Добрый день, уважаемые родители! Мы продолжаем разговор о проблемах золочного кишечного тракта, в его особенностях у маленьких детей. Надеюсь, что предыдущий мой рассказ был вам понятен и доступен, и вы приняли к сведениям определенные рекомендации. И мы продолжаем дальше. Значит, понятно, что в кишечнике любого человека, в том числе и ребенка, содержится или находится определенная микрофлора, которая регулирует процессы всасывания и процесс так называемого пристеночного пищеварения, которое является доперевариванием того, что не переварилось на более ранних участках золочного кишечного тракта. Так вот, золочный кишечный тракт у плода, то есть в чреве матери, он стерилен, там нет флоры. И когда ребенок рождается и возникают его первые контакты с окружающей средой, его золочный кишечный тракт заселяется микрофлорой. В желудке 12-перстной кишки флоры очень мало, а вот в тонком и толстом кишечнике количество микрофлоры достаточно большое. И, что очень важно, она зависит, ее количество и качество зависят от вскармливания, от вида вскармливания. Значит, количество, вернее, качество бактерий, их разновидности, находящихся в золочном кишечном тракте, ребенка достаточно большое, достаточно разнообразное, там есть и кишечная палочка, и молочные бактерии, кисломолочные бактерии, и так называемая бактерия бифидум, которая стимулируется, вернее, рост которой стимулируется ферментом лактозы и грудного молока. А вот при искусственном вскармливании основная бактерия, которая заселяет кишечник, является кишечная палочка. Значит, для чего нужна вообще микрофлора, что она дает ребенку? Во-первых, это создание иммунологического барьера. Да-да, бактерии, они активно борются с вредными микробами и паразитами, которые попадают в организм ребенка. Это первое. И второе, эти бактерии синтезируют определенные группы витаминов и определенные группы ферментов, которые тоже участвуют в расщеплении пищевого комочка. Для детей первых месяцев жизни определяющее значение имеют питательные вещества, которые попадают в организм с молоком матери. И, собственно говоря, переваривание происходит именно за счет веществ, которые находятся в женском молоке. В тонком кишечнике и в желудке, вернее, в тонком кишечнике происходит расщепление белков и жиров, находящихся в молоке, до аминокислот и других составляющих этих продуктов, и всасывание. Причем, надо отметить, что наиболее подходящие молекулы для злошно-кишечного тракта ребенка – это молекулы грудного молока. При кормлении ребенка коровьими или другими видами молока происходит сбой в нормальном переваривании, потому что белки молока других существ, кроме женского, скажем, коровья, козья, верблюжья и прочее, они очень большие, и в злошно-кишечном тракте у ребенка очень тяжело их расщепить, поэтому они всасываются, ну, скажем так, не совсем полноценно. Значит, соответственно, при нарушении злошно-кишечного тракта ребенка возникают проблемы, связанные с расщеплением и всасыванием. Как распознать симптомы, как ребенок показывает, что у него болит живот, болит, скажем так, элемент из злошно-кишечного тракта? Ну, во-первых, ребенок начинает сучить ножками, частое беспокойство. Ножки подгибаются к животу, сильный плач. Если начинаем надавливать, пальпировать живот, он может быть плотным, вздутым. Определенные звуки могут возникать при надавливании, а именно урчании, переливании. Вот, и ребенок при этом пытается тужиться, кряхтит, краснеет. Все это говорит о наличии газообразования, как следствие нарушения процессов переваривания и всасывания. И, как я уже говорил раньше, растяжение, связанное с газами, растягивает стенку кишечника у ребенка. Значит, следующая причина, которая может вызывать боли и нарушение элементов всасывания, это дисбактериоз кишечника. То есть, это нарушение вот той бактериальной флоры, о которой мы уже сегодня говорили. То есть, флора изменяется, флора нарушается, невозможность правильного переваривания и правильного всасывания пищи вызывает болевую проблему. Лактазная недостаточность довольно часто, гораздо чаще, чем кажется, чем мы видим, знаем, возникает этот симптом. Почему? Потому что ферментативная система в организме ребенка несовершенна. И бывает очень часто, что фермента лактазы либо недостаточно, либо его совсем нет. Тогда это заболевание, чаще всего это заболевание генетическое. И при этом молочные продукты должны быть из диеты исключены. Причем лактоза или молочный сахар содержится не только в грудном корове молоке, детских смесях, но и в кисломолочном продукте. Поэтому ребенок очень плохо переносит любые молочные содержащие продукты. И возникают проблемы с этим связанные. Поэтому диету такого ребенка нужно очень сильно на это обращать внимание, подбирать с обязательным исключением молочных продуктов в любом виде. Значит, при анализе, ну даже внешнем беглом осмотре стула ребенка, мы тоже можем заподозрить элементы дисбактериоза и лактозной недостаточности. А именно, ну помимо болей в животе во время или сразу после кормления, стул может быть частый, жидкий и даже пенистый. Что такое часто? Это более 10 раз. Что такое жидкий? Вот часто приходится сталкиваться с неправильной трактовкой этого термина. Значит, понятно, что у ребенка стул маленького не оформленный. Он не является таким же, как у взрослого. Он по определению не может быть таким. То есть он уже как бы разжиженный. Как мы дифференцируем жидкий стул или нежидкий? Очень просто. Жидкий стул – это стул, который всасывается в пеленку. То есть если вы не видите никаких каловых масс на пеленке, а только там коричневое или светло-желтое какое-то пятно, а все всосалось – это жидкий стул. То есть это уже не норма. Если на пеленке, скажем, какие-то проявления каловых масс, пусть даже далеко не оформленных, пусть даже какие-то размазанные замазки или прочее, это может быть ситуация нормальная. То есть тут не нужно по этому поводу волноваться. Значит, мы с вами говорили, что одной из причин возникновения колек и так далее является переедание. И посмотрите прошлую лекцию. Я давал вам формулу высчитывания объема одного кормления. Соответственно, как определить, что ребенок переел? Ну, в идеале для этого существуют весы. Когда вы взвешиваете ребенка до и после кормления в одной и той же одежде, и смотрите разницу в весе, это количество сведенного. Если этого нет, и вы не знаете, переел ребенок или нет, то после переедания ребенка начинает болеть в живот, у него появляются те симптомы, о которых мы говорили. Вялость, поташнивание, тошнота, рвота может быть. Поэтому, чтобы исключить рвоту от срыгивания воздухом, после каждого кормления ребенка нужно подержать несколько секунд. Вертикально воздух выйдет. И если это не связано с нарушением, то, когда вы его положите, рвота не будет. Если он после этого вырвал, значит, вы его перекормили. После рвоты можно дать немножечко водички, теплой, без всяких добавок, вот немножечко, чуть-чуть, значит, и вот старайтесь ограничить в объеме кормления. Не надо перекормить, потому что вы ребенка к этому приучаете. Вы его приучаете, и дальше желудок будет требовать все больше и больше еды. И будут происходить нарушения не только на уровне желудочно-кишечного тракта у ребенка, но и будет проходить сбой в системе обмена веществ, и так далее, и так далее. Повышенный вес, и, в общем, все вытекающие отсюда последствия. О других проблемах, связанных с ребенком первого года жизни и с детьми более старшего возраста, мы поговорим с вами на наших следующих встречах. Будьте здоровы, берегите себя, берегите своих детей, и удачи вам сегодня и последующие дни. До свидания. До свидания.